Канал Гетекласс и я, Алексей Колчин. И сегодня я представляю вам еще одну книгу по физике. Ну, обычно мы представляем достаточно серьезные книги по физике. А сегодня вот такая книжка Григория Бенционовича Остера. Физика называется, но на самом деле это задачник по физике для 7 класса. Я вообще, говоря, люблю юмор, иронию и даже сарказм. И в этом смысле мне нравится литература, ну, как бы идущая от Свифта и от Вольтера. И вот вся вот эта линия достаточно ироничной литературы. И Григорий Бенционович Остер в каком-то смысле к ней относится. Но в этой книжке, на мой взгляд, этой иронии оказывается слишком много. По одной простой причине. Здесь больше 200 задач. И когда условия каждой задачи содержат в себе иронию или сарказм, то этого становится слишком много. Но в этой книжке есть один в своем роде бриллиант или жемчужина, ну, как уж вам угодно, которая относится к методике преподавания физики. И сейчас я вам этот текст сочту. Итак, задача номер 95. Как, не понимая ни бельмеса в физике, все-таки научиться вычислять действующую на тебя силу тяжести? Ответ. Не снимая ботинок и не вынимая из карманов гайки и гвозди, встань на весы. Посмотри, сколько килограммов весы показывают. Это твоя масса. Не вес, а масса. Запомни, не вес, а масса. Запомнил? Теперь быстро умножай свою массу на 9,8. Только не спрашивай, зачем. Так надо. Умножил? Теперь припиши к тому, что получилось, буковку Н. И можешь хвастаться, что на тебя действует сила тяжести в столько-то ньютонов. Если вы откроете учебник физики седьмого класса, параграф сила тяжести, то вы увидите текст еще гораздо более запутанный и в этом смысле страшный. И из него семиклассник никак не сможет понять, почему силу тяжести нужно находить, умножая массу тела на 9,8. И почему то, что получилось, выражено в ньютонах. И что такое этот ньютон? Что за странная единица измерения? И как же так получилось? Весь учебник Пёрышкина более или менее осмысленный, логичный. А в этом месте как будто какой-то осиновый кол забили. И дело все в том, что раньше, до 60-х годов, в седьмом классе использовалась такая единица измерения силы, как килограмм силы. И все было в порядке. А потом, когда в девятом классе изучали законы Ньютона, ну вот второй закон Ньютона, то вводились другие единицы силы, Дины, на основе второго закона Ньютона, который нас учит, что сила равна произведению массы на ускорение. Ну и тогда было понятно, что силу тяжести мы находим, умножая массу на ускорение свободного падения G, которое, соответственно, в той системе единиц было 980 см в секунду за секунду. Но в 1962 или 1963 году с принятием системы СИ все школы должны были перейти на новые единицы силы Ньютоны. И, соответственно, требование распространилось и на седьмой класс. И уже в седьмом классе надо было вводить величину силы в Ньютонах. А как ее можно было ввести, если Ньютон определяется из второго закона Ньютона? Из произведения массы на ускорение. Ну, соответственно, этот закон так и изучается в девятом классе. Но Ньютоны вводятся с того времени уже в седьмом. И в этом месте учителя вообще не понимают, что делать. То есть, получается, да, и там в параграфе в этом написано, что вот этот вот множитель для массы 9,8 имеет размерность Ньютоны, делённые на килограммы. Потому что ускорение будет изучаться только в девятом классе, а отнюдь не в седьмом. И вот с той поры минуло уж почти 60 лет. Учебники пересдавались, переписывались. И теперь в школе уже никто не помнит, с чего всё это началось. А трудность так и осталась на том же самом месте. Никак её не обойти и не объехать. И вот Григорий Остер очень талантливо выразил её в кратко такой своей язвительной манере. За что мы ему должны быть весьма благодарны. Спасибо за внимание.